Буквально на днях ей исполнится 70, и за свою жизнь наша героиня успела дважды развестись. Однако детей ни в одном браке у нее не было. А недавно она призналась, что все свое состояние оставит наследнице из Америки. Как сейчас живет Елена Степаненко после развода с Евгением Петросяном? Первым мужем нашей героини стал пианист Александр Васильев, который и вывел Елену на сцену. А с Евгением Петросяном артистка прожила в браке 33 года. Степаненко стала четвертой женой юмориста, а буквально три года назад супруги развелись. Дело в том, что Петросян решил уйти из семьи и жениться на молодой помощнице, которая через несколько месяцев после свадьбы родила Петросяну сына Вагана. Сейчас мальчику почти три года и назвали ребенка в честь деда, отца Евгения Вагановича. Елена Григорьевна спокойно отнеслась к разводу и длительному процессу раздела совместно нажитого имущества, которое, кстати, было оценено в полтора миллиарда рублей. Скорее всего, все дело в том, что супруги не жили, как муж и жена, последние 15 лет. Об этом в суде заявил адвокат Евгения Петросяна. За прошедшие три года Елена Григорьевна заметно постранила и сбросила довольно много лишних килограмм, сменила имидж и стала вести ряд передач на телевидении. Она очень дружна с родной дочерью Петросяна Викториной, которая живет в США, и с ее семьей. А с Евгением Вагановичем старается не встречаться и свела до минимума все контакты с ним. Поклонники считают, что такое преображение Степаненко – это результат новых романтических отношений. Но Елена Григорьевна не говорит открыто и не обсуждает личность с журналистами. Она считает, что нельзя выносить ссоры за сбы, а женщина должна быть только любимой, счастливой и красивой. И больше она ничего никому не должна. А как вы считаете, Елена Григорьевна простила предательство Евгению Вагановичу? Или только сделала вид, что простила? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok